Президент Всемирного антидомбингового агентства ВАДА Витольд Банько призвал Российск антидомбинговое агентство Русада вынести решение по делу фигуристки Камилы Валиевой как можно быстрее. ВАДА обеспокоена продолжающейся задержкой в деле Камилы Валиевой и теперь официально уведомила Русада, что если вопрос не будет решен в кратчайшие сроки, мы воспользуемся своим правом передать его непосредственно в спортивный арбитражный суд, написал Банько. Ранее Русада заявила, что не намерена раскрывать детали по делу Валиевой. Президент Международного Олимпийского комитета МОК Томас Бах высказался о том, что российское антидомбинговое агентство Русада не намерено раскрывать детали по делу Камилы Валиевой. Уже в Пекине мы четко обозначили свою позицию, подав апелляцию в спортивный арбитражный суд САС вместе с Всемирным антидомбинговым агентством ВАДА, после того, как стало известно решение Русада. Апелляция была ткнена и теперь разбирательство ведется в соответствии с правилами конфиденциальности ВАДА. Даже если позиция Русада заключается в том, чтобы хранить молчание до вынесения окончательного вердикта, ВАДА и МОК могут обжаловать решение. Это юридическая сторона вопроса, но с точки зрения прозрачности мы присоединяемся к призыву ВАДА и просим Русада обнародовать данные, чтобы у всех было больше доверия к этому процессу, сказал Бах. В этом заявлении глава МОК ни разу не говорит ни о самой фигуристке, ни о ее чувствах по отношению ко всему происходящему. И это очень странно, потому что именно Бах обвинял тренера-спортсменки Этери Тберидзе в холодном отношении к своей ученице. Но теперь сам ни на секунду не задумывается о душевном состоянии несовершеннолетней девушки. Глава МОК говорил о колоссальном давлении, которое свалилось на совсем еще юную спортсменку, которая находилась в чужой стране, вдали от близких. Опытный функционер и сам все прекрасно понимал и делал акцент на гуманитарном аспекте. И теперь, спустя несколько месяцев, это забыто и сейчас Бах выступает за публичность по данному вопросу. Дабы создать еще большее напряжение вокруг Камилы, в свою очередь Камила Валиева продолжает восстанавливать элементы ультра-Си после перенесенной травмы. Сегодня в социальных сетях появилось видео, как Валиева успешно исполняет четверной тулуп на тренировке. В нынешнем сезоне 16-летняя Камила Валиева выиграла первый этап Гран-при России в Москве. Спортсменка продолжает быть фигурантом громкого допингового скандала. Во вторник Федерация объявила списки участников этапа Гран-при России в Сочи, который состоится в эти выходные. И они действительно впечатляют. Главный вид, конечно, девушки, и тут тоже есть на кого посмотреть. Во-первых, впервые сойдутся две фигуристки ЦСКА и новоиспеченные ученицы Светланы Соколовской, Александра Трусова и Софья Самоделкина. С ними на равных поборется Аделия Петросян из группы Этери Тутберидзе, на которую по понятным причинам может прийти сочинская аудитория. Жаль, она уже не катает программу Арцах. Топ стоит включить и Екатеринбурженку Веронику Еметову, которая чудом залезла в десятку на последнем чемпионате России и без Ультрассии способна набирать около 200 баллов. Участие Трусовой как раз вызывает наибольшие вопросы. По информации, проблемы со спиной были главным аргументом в переходе из хрустального ЦСКА. Последние недели Саша ходила на массажи и занималась восстановительной работой. И новый штаб рассмотрел возможность снятия фигуристки сетапа. Это, конечно, не то снятие, которое было в свое время у Евгении Медведевой перед Сызранью 2020. Она тогда только перешла к Тутберидзе, тоже занялась восстановлением и так и не вернулась в спорт. Сейчас, как утверждают источники, со здоровьем Трусовой все стало лучше. Так что в Сочи она поедет. Ветлана Соколовская на звонки в течение дня не отвечала. Скорее всего, ее ученица отправилась бы на Черное море безотносительно своего состояния. Посмотреть на выступление Марка Кондрутьюка. Один из возможных вариантов выступления в короткой программе, как на контрольных прокатах, а решение попроизвольнее будет приниматься исходя из состояния. Однако, что точно можно сказать, прокаты с пятью четверными для Александры на данный момент в прошлом. Скорее может идти речь об одном-двух четверных, как на чемпионате России в декабре 2020 года. Илья Малинин после своего проката в Америке достал шапку «Бог четверных», а вот Рязанке титул королевы четверных, возможно, кому-то придется передать. Соколовская среди фигуристов считается тренером, который способен беречь здоровье учеников. Карьера Марка Кондрутьюка вполне могла закончиться еще четыре года назад из-за боли в коленях, пресловутая болезнь Шляттера. Наставница не стала нагружать молодого Марка, а дала пройти реабилитацию. И вот спустя несколько лет он стал главным русским одиночником. Сказать, что трусову в Сочи хотят безумно увидеть и ожидается солд-аут тоже нельзя. Была изучена и посчитали, сколько продано билетов на этап согласно схеме зала. Открыт, как в случае с Мегаспортом, будет только нижний ярус. То есть при 12-тысячной вместимости айсберга в лучшем случае будет занята половина. Но и нижний ярус раскупается с трудом. Люди действительно забрали почти все билеты. По 450 и 1000 рублей. На таких секторах выглуплено около 80%. Но центральные места, которые стоят 2400 рублей, пустуют. Возможно, как и в случае с первым этапом Гран-при, имеет смысл снизить цену. Отдельный вопрос, как будут оценивать фигуристы к ЦСКА и Петросян. На первом этапе всем сборникам оценки завышали. Тарасов и Морозов легко побили мировой рекорд в короткой программе. Калейда едва не набрал в ней 100 баллов без четверных. В танцах новая пара Морозов-Морижный, выступили вровень с Чокбейтс. Дошло до того, что судьи нарушили собственные инструкции. Согласно им, оценки за компоненты не могут превышать 9,50 балла, если в программе была одна серьезная ошибка. Падение или нарушение целостности программы. И 80,75, если ошибок было 2 и более. Причем, как указано в руководстве, если ошибки были допущены, и они имели только минимальное влияние на целостность программы, то максимальная оценка возможна. Соответственно, 9,50 или 8,75. В случае с Камилой Валиевой за два компонента, композицию и представление, судья Елена Фомина поставила 9,75 при максимально допустимых 9,50. Камила, напомним, упала с четверного тулупа. Также вызывают вопросы оценки Евгении Тарасовой и Владимира Морозова в парах. Формально падение у них не было зафиксировано, однако сразу 4 элемента получили отрицательные оценки. На одном из прыжков была бабочка, еще на одном не хватило оборота. Также были сорваны оба выброса, однако судья Мария Киташева поставила 9,50 за композицию, 9,25 за представление и 9,50 за мастерство катания. Все остальные судьи учли рекомендации и поставили заметно меньше, поэтому на результат Киташева не повлияло. Самая высокая и самая низкая оценки выбрасываются. То же самое актуально и для оценок Фоминой Левалиевой. Президент Международного Олимпийского комитета МОК Томас Бах вызвался на тему отстранения российских спортсменов от международных соревнований. Ранее МОК порекомендовали международным федерациям отстранить россиян от вступлений в соответствующих видах спорта. Мы совершенно четко понимаем, что сейчас не время разрешать это, но наша миссия состоит еще и в том, чтобы мыслить в долгосрочной перспективе. И наша миссия объединить их всех спортсменов мира в мирном соревновании. Если в соревнованиях участвуют только страны единомышленники, может получиться крупное спортивное событие. Однако сейчас, как я уже сказал, не время принимать такие решения, приводит слова Баха Марка. Субтитры создавал DimaTorzok